Екатеринбуржцам в минувшие выходные дали по шапке, по шляпе, по каске и другим головным уборам. Любой желающий мог примерить какой-нибудь раритетный экземпляр. Ну а головой всему действу стала вот эта вот созданная при участии зрителей большая эксклюзивная шляпа. Поносить которую может каждый. Как взять ее на свою голову подскажет Мария Новикова. Мы очень любим такие вещи. Мы просто модные. Нам очень все это нравится. У шестимесячной Ариши обновка. Вместо скучного чепчика ей впервые подарили шляпку. На этой экспозиции всех шапками закидают. Здесь более сотни головных уборов. Не все вот из данных экспонатов можно увидеть даже в музее. Многие из них уникальны в своем роде. И поэтому, может быть, это единственный раз их выставили на выставку. Можно было интегрироваться вот в таком головном уборе. Запечатлеть себя можно в бескозырке, в пластиковом шлеме американских спецназовцев или пожарной каске середины прошлого века. На расхват идет и пикель хаубе – шлем немецких пехотинцев. Несмотря на преклонный возраст, ему более 200 лет, шлем прекрасно сохранился. Вот у него есть вот такая пика. Она защищала воинов от удара саблей. Получить по шапке могут и современные модницы. Цветастые береты Ирина шьет из павлово-посадских платков. Вот из одного платка получился берет. Вот такая кепочка с сумочкой, кепочка. Русские мотивы сейчас – писк моды. Каждая шляпка уникальна. Рисунок ни на одной не повторяется. А когда-то, создавая уборы для чужих голов, мастера рисковали потерять свою. Безумный шляпник Льюиса Кэрролла – вполне реальный исторический персонаж. Раньше при производстве шляпы с фетра использовали ртуть. Она вызывала слабоумие, потерю памяти и даже галлюцинации. Сейчас, говорят дизайнеры, главное – натуральность материалов. Хотя по-прежнему их фантазия не знает границ. Вот дизайнеры готовы пустить все, что попадется под руку. Например, сизаль. Это кокосовое волокно обычно используют флористы для украшения букетов. Но сегодня из него получилась гигантская шляпа, которую сшили степлером. Украшали необычный убор все желающие. Эта шляпа символизирует неувядающую красоту лета. И силы человеческого единения, потому что у нас много, а шляпа одна. Уже весной необычная шляпа пойдет по головам. Взять поносить ее на несколько дней может любой желающий, оставив заявку в интернете. Там же необходимо будет выложить фотоотчет о похождениях в этом головном уборе. Мария Новикова, Антон Лимонов. Новости 41-го канала. Субтитры создавал DimaTorzok